МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Кристина Кранкевич. Витаю вас и на початку коротко про не который материалы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко наведал фестиваль «Александры, сбираяся бру». Керавник державы по традиции наокупали, проезжая на родиму, как повиншевать земляку и гостей фестивалю, якими были открытия и кульминация свята, расскажет Олеся Рыбалка. За Купальским судом съехались тысячи гостей. Кожный, кто бывал тут ранее, ведает, что это не просто народные гулянни. Как отзначил подчас открытия свята вице-премьер Беларуси Василь Жарко, фестиваль «Александры», сбираясь бру, стал национальным культурным символом. На живописном березе Днепра ее смахчимость докрануться до народной самобытности, богатой спадшины беларусов. Где, как не тут, можно чуть себе до прикладу с Передоном Соболем. Такий друкарский подворок немая аналога у науссой постсоветской просторы. Ну вот здесь я воочию прикоснулся, и я понимаю, что наше молодое поколение, да и вообще народ должен знать, откуда начиналась наша история. История к ней опечатания. Это здорово. «Александры» не только сбираясь об ров, але и объят новые народы. На международной улице со своими традициями разместились гости с семи европейских краин – сяродновичков Польша и Эстония. Хотя у нас в Эстонии проводится очень много ярмарок, но в таких масштабах я вижу это все впервые. «Александры» в первый раз, что нам не подобает в Белоруссии, ваша культура, ваш шпев, традиции, обженды. Это безумовное объединение сегодня и налаживание культурных, совести, образы безумовно и политичных, и экономичных, и так далее, с нашими соседями. Организаторы каждый раз имкнутся уразить гостей размахом святкованья. Для огляду десятки сценичных пляцовок. У вечера усе зуртовываются вокруг головной сцены, что год гоноровый гость купаля – президент Беларуси. И на селетнем фестивале, восьмым полику, керавник беларуской державы повиншовал присутных со святом. Каждый приезд сюда вдохновляет и придает силы. Не только мне, всем нам, беларусам. Примите мои слова как искреннее признание в любви к вам. И давайте сегодня вместе вслушаемся в звуки купалья, в звуки малой Родины, в голос нашей независимой страны, нашей Беларуси. Позвольте пожелать вам, а также многочисленным гостям Шкловщины отличного настроения и незабываемых впечатлений. Я надеюсь, от этого прекрасного вечера. С праздником вас! Кульминацией стало великое эстрадно-цирковое шоу. Головная героиня показала глядачу свой купальский сон. У пошуках кахания и папараць кветки ее и допомагали цирковые коллективы Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. У купальским подорожи сутракалися и зорки эстрады. Чароная казка подаровала добрые переживания и, конечно, счастливый финал. Купальские гулянии у Александрыи перетворились сапрады у великое масштабное свято. Тысячи гостей еще долго не разыходилися. Одним словом, Александрыя собрала у черговый раз своих соправных сябров. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новины региона. Александрыя не только сбирала сябров, а и веншовала их. На урочистую церемонию ознагароджения передовиков агропромислового комплексу съехались представники всей Могилевской области. На урочистостях присутствовала и наша зимышная группа. Другий день свято Купальле стал аграрным. В том смысле, что тут узнагародживали передовиков сельскохосподарчей глины по выниках летошней работы. А яны свечить про пленную працу. Объем вытворжести продукции сельскохосподарки в области повеличился на 5,7%. Все лето сельгазорганизации планует повеличить выручку от реализованной продукции в 1,2 раза. Аграры неплохо на сегодняшний день смотрятся. Идет массовая заготовка кормов. Немножко погодные условия в этом году не позволяют развернуться. Немножко встаем мы по сравнению с прошлым годом позаду кормов. Тем не менее, ситуация стабильная. И я думаю, что аграры не подведутся. И та задача, которая предоставит перед аграрами области, мы с честью ее выполним. Мы потекавилися у агрария, учим секрет поспеху працы на земле. Высветлилося. Все просто. Земля любит трудолюбивых людей. Землю обмануть нельзя. Что вложишь, то и получишь. Как посеешь, как поуспашешь, так и получишь урожай от земли, отдачу. Надо относиться хорошо с землей. Будете отдачу. Гоноровые грамоты и грошовые премии отримали около 200 працовников села. Со сцены у их адра звучали теплые слова поддяки и веншеванню. А завершилась церемония узнагороджения святочным концертом. Павел Савицкий, Сергей Карпяков, Денис Бутылин. Новины региона. У первый день свято купали. У Александры наведало 100 тысяч человек. На Великий фестиваль у Шкловском районе проехали артисты, музыканты, майстри, гости с Прыбалтыки, Германии, Польши, России, Украины и Беларуси. На березе Днепра с ранку до вечера ладилась культурно-забавляльная программа. Атмосфера гостинности и сяброуства у нашем репортаже. Народные спевы на восьми мовах летят над Могутным Днепром. Все лета творчий проект поширил свою географию. На свято не только беларуские артисты. После латвийских мотивов со сцены гучать польские песни. Гурт «Яржибины» типа нашему «Рабины» у захопления творчей атмосферы. И тут же побочь народные беларуские коллективы. Коллективы из Эстонии, Украины, России. Конкурсы, майстер-классы и сувениры от гостей свята. Купальскому вянку особливая увага на святе. Можно оказать пропуск указку. Их тут пляли на кожным кроку и на любой густ. А самое незвычайное – удельничали в конкурсе на лепший купальский вянок. Обычный соломенный вянок. Хотелось бы от всей души сделать, удивить всю республику. На что мы способны, что мы можем сегодня сделать. Молоди пропоновали шукать папороть кветку. Гэтый квест продухлечь вау наведывание тематичных пляцовок и выполнение специальных заданий по купальской тематице. Концертные пляцовки Гандлёва Рады працевали амаль до ночи. Мы очень рады, что у вас здесь так хорошо, уютно, тепло и очень здорово. Это здорово, что здесь есть представители и Украины, и России, и Белоруссии, и других стран. Это все объединяет. И очень-очень красивый праздник. Атмосфера просто чудесная, волшебная. Наполнена таким позитивом. На самом деле все люди добрые. Очень приятно. Организаторам огромное спасибо в первую очередь за это. Я думаю, все останутся очень сильно довольными этому мероприятию. Видовичное шоу от Могилёвского АДСААВ додало гостям настрою и святочной атмосферы. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новины региона. Аджария зацековлена в поставках продукции из Могилёвской области. Об этом и шла говорка по часу встречи керавництва нашего региона с делегацией Грузинской автономной республики. Баки нацелены повеличить товарооборот и узгаднили план супрацовництва на ближайшие годы. Тему протягни Илья Соболев. Свои намеры активно развивать двухбаковые относины Могилёвская области и автономная республика Аджария замацевали летость у вересни. Тогда на посаджении Межурадовой комиссии «Беларусь-Грузия» керавники регионов подписали меморандум о супрацовництве. Объём взаимного гандлю по меж нашим регионам и Грузии расте. У 2016-м наш экспорт склау каля трех с половой миллионов долларов. У основным мы поставляем шины и молочно-мясные продукты, до нас идут вино и орехи. Баки упевнены потенциал односин значна высшей. Старшиня Могилёвского Абылвыконкама Уладзимир Даманевский и старшиня Урада Аджары Зура Патарадзе зацвердзели план суместных мероприемствов до 2020 года. Понимая и природные, и экономические возможности этой страны, то, что может поставляться в нашу страну, и то, что мы можем поставлять в Грузию и в Аджарию, безусловно, мы видим, что мы здесь не дорабатываем. Возможности поставок экспортных и обмен в части туризма, отдыха, оно сегодня не имеет никаких преград в части логистики и транспортного сообщения. Налицо у нас рост торгово-экономических отношений, торговли. Я думаю, что региональное сотрудничество и сегодняшний наш визит в Могилёв придаст дополнительный импульс. Мы будем искать новые точки соприкосновения. Сокращение бюрократических механизмов позволит ещё больше наращивать наши торгово-экономические отношения. Делегация автономной республики наведала самые буйные предприемства нашего региона. Лифтмаш, Бабушкина Крынка, Шкловский завод газетной паперы. Поставки новой продукции, супрацовуництва у сельской господарцы, бизнес-контакты. ГТА темы керавництва Могилёвской области и Аджарской республики детальово обмеркуются под час наступной встречи. С визитом у отказ делегация Могилёвщины наведая Грузию у вересни. Илья Соболёв, Віталь Вопсев, Новины региона. У Могилёві з'явіться больш паркаў і сквераў. Гэта предугледжена генеральным планам развитя областного центру. Пылная змены чакаюць і одно з самых популярных месцов отпачинку жихару – Пячырску. Йон будзе падзелены на две частки. Одна з ягучасток застанецца лесопаркам. Другая стане городским паркам з велодарожками, вуличными спортывными збудуваннями, аб'ектами громадского харчавання. У адповідності з генпланам територія Пячырскага лесопарку не павінна зменшыцца. Генеральный план, он как раз очень чётко выстраиваць зелёной зоной вот всех благоустроенных территорий – это парки, скверы, лесопарки, города, куда уже застройка ни ногой не войдёт. В Пячорском парке сохраняецца и лесопаркова часть, туда ближе к северу. Это минимальное количество дорожек, максимальное сохранение существующих насаждений. А вот ближе к Минскому шоссе, вот сюда к застройке, это будет парковая зона, где, конечно, больше будет внимания уделено именно дорожкам для прогулок граждан, для использованиях для велодвижения. Ну и парк должен насыщаться объектами отдыха и развлечения. У Мстиславским районе на пожары загинула молодая жанчина, гарыв приватный жилый дом. Подчас ликвидации узгорания у одним из покоев воротовальники знайшли тело 22-годовой господине. Специалисты меркуют, что здарение могло отбыться за неостяруженности. Прикуренне. Буйную парту шампиньонов затримали оперативники мытни, супрацовники отдела по боротьбе с контрабандой и администрационными мытными правопорушениями припынили грузовик, який ехал сбоку Польши. Проверили документы и выявили, что товары, сопроводжальные документы, несоправдные. Тому машину спынили, груз затримали и накировали на часовое заховывание. Его лес выращает суд. Специалисты мытни не выключают, что эти шампиньоны худка накируют в гандлевую сетку. В автомобиле находилось более 15,5 тонн грибов из Польши. При проведении проверки установлено, что товар перемещался, по недействительным товароспроводительным документам. Согласно законодательству, грибы общей оценочной стоимостью более 86 тысяч белорусских рублей изъяты. По данному факту сотрудникам Могилевской таможни начат административный процесс. В соответствии с частью 4 статьи 12.17 с Кодексом административных правоношений Республики Беларусь. И до инших тем, два золотые медали завоевала могилючанка Катярына Этина на чемпионате Европы по Сучасным Пятиборье и Сярод Кадетов. С паборнествы проходили в болгарском городе Пазарджик, на Бучэнка Могилевского центра Олимпийского резерву по конным спорте и Сучасным Пятиборье Екатярына Этина стала переможцей турниру Сярод Дзевчат. И по выниках с паборнествой она обошла суперниц с России и Венгры. У смешанной эстафете она разом с Алексеем Хурсом в Минску так сама завоевала золото. И наприконцы новина для настрою. Саправдное лето усё ж наступить у другой декаде ліпеня. Папередний прогноз синоптиков обнадзейвая. 11 ліпеня по області чекается до плюс 29 градусов, правда не без опадков и моцного ветру. На большей части территории прогнозуются дожджи, на вольнице Макчимыград. У Могилёве температуры складуть 24-26 градусов. А кроме опадков прогнозується и узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. 12 ліпеня по області до плюс 25, і моцные дожжи у ночі. У шатвер плюс 27, у пятницу 25. А вось на выходных на двор язно не порадую. Дённые температуры складуть от 18 до 23, выше і за нуль. Однак синоптики нагадують максимально докладный прогноз. Усё ж на двое-трое суток. Так что у сё яшче може змяниться. Усе новини и падеи в області на нашім сайте Тавар Могилёв, Кропка Байну. А я з вами развитываюся. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор